АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, мне сотовый телефон подарили. Дорогой, берёшь в руки, аж страшно становится. Вдруг подойдут и спросят, где взял, кого убил. Ну, работай телефон, как-то странно. Ты звонишь, куда тебе надо, а он через раз соединяет, куда ему хочется. Я бы его выкинул с удовольствием. Ну, дорогой, зараза. Отправил своему другу смс-ку. Если что, для жены я весь вечер был у тебя. И тут же в ответ смс-ку получаю. Сейчас же домой, а то грохну, жена. Я бегом домой, Катя, что случилось? Она говорит, ничего не случилось. Как же, вот же смс-ка, сейчас же домой, а то грохну, жена. Она говорит, не посылала тебе каких смс-ок. Может, у тебя какая-то другая жена есть. До сих пор не знаю, кому я чего послал, кто мне ответил. Как-то жена попала в больницу, перебой с сердцем. Звоню врачу узнать, как она там. А попадаю, я только потом узнал, что попала в авторемонтную мастерскую. Как там, спрашиваю, моя. Мужик мне говорит, нормально, диагностику уже провели. Я говорю, завтра лечить начнете? Он говорит, да мы ей уже сегодня зад вы провели. У нее зад сильно помят был. Я говорю, когда я его в последний раз видел, вроде ничего был для ее возраста. Он говорит, извините, но я позадам профессионал. Там такая вмятина была. Мы уже ей все зашпаклевали. Задок будет как новый, всем на зависть. Но на вашем месте я бы посмотрел себе новую. Я говорю, да как-то я к этой привык. Он говорит, новая она и есть новая. А эту кому-нибудь пристройте. Тем более, что мы ей передок подрихтовали. Я говорю, у нее же передок вроде ничего был. Он говорит, это если не приглядываться. А мужики посмотрели, решили рихтануть. Втроем за полчаса и управились. Я говорю, так у нее всего-то и были перебои в сердце. Он говорит, не волнуйте, все перебои в моторе устранили. А вы перестанете в нее заливать всякую гадость. Горючая, как еда, должна быть качественной. Да она не на диете, ест только дома. Жрет она у вас, а не ест. 12 литров на 100 километров. Я чуть не упал. Какие 12 литров? Да она в день не больше литра воды выпивает. Он говорит, какая вода, бензином надо машину заправлять. Я кричу, какую машину, какой бензин, какой еще задок-передок. Вы что несете? Я вас про жену свою спрашиваю. Он мне кричит, козел, какая жена в авторемонте. Ну погоди, за машиной приедешься, я эти рогаты домкратом обломаю. Перестанешь жену с машиной путать. Ну я телефон выключил, понял, что лучше ходить со своими родными рогами, чем с обломанными. А тут звоню в ветеринарную клинику. Ну собаку на прививку отдавал. Добрый день, говорю, как там моя сучка? Они говорят, какая сучка? Ну Белка, вы ее на 10 утра записывали. Она говорит, ясненько о ком речь. Мы сейчас вашу Беллу Ильинишу докрашиваем. Как докрашивать? Ну решили сделать волосы посветлее. Зачем же, говорю, она же черной масти. А будет блондинка, милирование ей сделаем. Золотыми перышками. Какие клеши мы, милирование. Я вас об этом не просил. Говорю, она сама настояла. Как она настояла? Лаяла что ли, кусалась? Она говорит, ну до этого дела не дошло. Вот так пару раз гавкнула. Ну вы не волнуйтесь, сейчас маникюр доделаем ей. И поскачет к вам, как миленькая. Я говорю, вы что, с ума сошли? Собакой маникюр делать. Она говорит, как вам не стыдно? У вас такая милая жена. А вы ее собакой обзываете. Какая-то черта жена, я звоню в ветеринарную клинику. Что с моей пуделихой? Какая-то черта пуделиха, вы попали в салон красоты. Мама родная, опять этот телефон все перепутал. И выбросить жалко. Дорогой, зараза. А до канала меня следующая история. Приехала я к теще на дачу. Она, как только меня увидела, сразу орать начала. Орала, орала, потом бац и в обморок. Я перепугался, а у нее на стене возле телефона номер больницы был записан. Встал я туда по своему мобильнику звонить, а попал в котельную к дежурному слесарю. Я ему говорю, это дежурный? Он говорит, дежурный пока. Говори быстрее, а то сейчас выпью и не будет у вас дежурного. Я говорю, послушай, дежурный, у меня катастрофа. Мы тут вдвоем с тещей, она отключилась. Что делать? Он говорит, вся система отключилась или просто воздух не проходит? Я говорю, откуда я знаю? Я врач, что ли? Он говорит, понюхай, газом не пахнет. Я говорю, да вроде нет. Он спрашивает, ручку там видишь? Вижу. Возьми за ручку и сделай 5-6 оборотов. Я говорю, чего? Какие в ее возрасте 5 оборотов? Дай бог один повернуть. Он говорит, ага, значит не только закисло, но и проржавело. Я говорю, ты напильником по ручке пройдись, заусенец сними. Я говорю, каким еще напильником? Он говорит, ясно каким? Драчевым. Я говорю, вы меня извините, я даже не представляю, что это такое. Он говорит, ладно, пойдем другим путем. Потрогаю у нее боковину теплая. Я тещу потрогал, говорю, теплая. Тогда возьми молоток и постучи молотком по головке. И головку поверни на 360 градусов. Да вы что, говорю, ей тогда совсем Кондратий хватит. Он говорит, у тебя еще и Кондратий там. Тогда пусть он откроет подувало и подержит. А ты кочергой внутри пошуруди. Может там внутри форсунка забилась. Возьми кочергу и пошуруди как следует. Я говорю, не могу, она сама кочергу взяла. Потому что теща встала и как понесла меня этой кочергой по кочкам, я еле ноги унес. Как я после этого психанул, как звезданул телефон и впервые сразу попал, куда хотел, в стену. А он от удара еще и взорвался. Видимо, так красиво погибают только очень дорогие сотовые телефоны. Да и фиг бы с ним.